Итак, здесь, в этот момент, описывают обстоятельства нам в поле душевных, чтобы сложить обстоятельства. И битва, военные действия, наверное, это самые экстремальные обстоятельства, которые могут быть у нас в жизни, самые сложные. Как говорил не один военный человек, что это, наверное, самое трудное – собраться для того, чтобы отдать свою жизнь. Тут уже имеющий высокий идеал, он говорил, когда обсуждали эту идеалу. Здесь воины собрались, чтобы сражаться, если они будут отдавать свою жизнь, они будут уничтожать друг друга. Описывается, какие воины собрались. Мы знаем историю Махабхара, это все личности известные, это очень-то великие личности, мы знаем, слышим. И Астелла довольно подробно описывает это сражение вокруг Жетли, как оно протекало день за днем в течение 18 дней, что делали эти воины, как они сражались, как погибали, о чем говорили между собой военные битвы, что делали после и до, какое оружие применяли – все было объяснено. Счастье, что даже для ВСД это имело большое значение, как люди совершали подвиг. И кто боролся за Дхарму, и кто был против Дхармы, как выяснялась в процессе битвы, потому что битва означает, что запутанные обстоятельства, непонятно, где Дхарма, где Дхарма. Каждая противовая с противолжной сторон считает, что они правы и видят, что они правы. Как в споре, конфликте, каждый человек обычно думает, что он правильно выступает, правильно думает, правильно действует. И в мире политики обычно это решают войны, по сей день так же. Мы видим, что ничего не изменилось, вдруг шефа продолжается и сейчас. Силы расставлены, мировые, точно так же, может быть, на каком-то другом уровне, может быть, мы утратили культуру, ведение боя, может быть, уже пришли к безнравственной боли вещам, так как к оружию массового поражения, может быть, пришли к тому, что наши врачальники, генералы, адмиралы, генералисты, они участвуют в сражении личными, когда находятся в хороших, вовлево-вежищах, надежных, оснащенных перископами и пункерами, а обычные воины погибают. Может быть, в этом смысле что-то изменилось культура, повеления. И, может быть, нет таких героев, как Киш-Мадеев, конечно же. Но обстоятельства очень похожи. Смотрите, Амчуна, когда увидел все эти силы враждебные, и он вспомнил, что вы же, на самом деле, родственники, и друзья. Деды, братья и прочие. И у каждого есть еще семьи, матери. И на этом поле битвы только Арджуна преисполнен сострадания. Это момент интересный. Обычно сострадание будет прочь время войны. Амчуна. Ну, то есть, все пришли сражаться, все полнорешимости, ракмены протрубили, все показали свою решимость, готовы к сражению. И все думали о чем? Амчуна думала о Ютишкири с рожденным мыслями. Ютишкири и Пандавы думали, что нужно как-то все-таки разобраться с Ютишкой, покончить с этой сложной политикой, с этой адхармой. И только Арджуна увидев две армии преисполнен состраданиями. Это качество чистого крепления. И как бы он проявляет слабость? Слабость заключается в том, что он решил отказаться от битвы, от способностей воинских, от всего, от речности. И в данном случае Ютишкири это будет рассматриваться как слабость. А в другом случае от речения – это возвышенное человека, конечно, возвышенное, путь духовности, видимо, революбована. Ютишкири почему-то не оценил это таким образом. Его сострадали и осмотрел как слабость. Ютишкири это будет объясняться, почему Ютишкири так рассматривают. Если он посмотрит на наши обстоятельства у каждого, то мы тоже увидим, что есть окружающие нас люди, и мы увидим в них недостатки и достоинства. В смешанном состоянии мы увидим, что люди все в конфликтах, все ссорятся, все недовлетворены, на что-то обижаются, кто-то что-то неправильно понимает, безусловно. Так и есть. Каждый из нас находится в своем положении, в таком же оценочном. Мы не знаем то, что знает Арджуна. Он знает, что мы все остальные. А мы уже этого не знаем. Поэтому, может быть, у нас не проявляется такое сострадание, как Сын Матронович Георгиевич. Может быть, мы утверждаемся в своем индивидуализме, замкнутости. Хотим доказать, что все-таки мы правы, а не кто-то другой. Кто-то. И, конечно, в этом сознании, в сознании Дуретхана, Дуретхан, значит, доказать, что только он прав. Что уничтожит никакая другая истина. Его истина важнее всего. И, собственно, в этом смысле, современный мир напоминает Дуретхану дитарашку. Пропадает. Ну, вместе говорит об этом. Сейчас все люди такие, как дитарашки. В любой цену они пытаются добиваться своего и потворство и потеряли желания друг друга. То, что Дуретхану дитарашки, вот в таком союзе они создали всю эту политику, они создали друг друга. И только Арджуна перед началом битвы, перед самым началом битвы, пройдется сострадание. Что, конечно, необычное. И так они собрались, и Арджуна попросил своего друга Кришну, Верховная Личность Бога. Как выяснится позже? Пока еще ситуация неясная. Мы еще не знаем. Мы даже не понимаем, что происходит. Только первая глава. Мы еще не знаем. Мы читаем про Дуретхану. Поэтому загадок много вопросов. Не думайте, что мы уже читали, и знаем, забыли. Мы читаем про Горьбу. И Арджуна попросил луиста Калининса между двумя армиями, чтобы посмотреть ближе на лица тех, кто пришел сюда сражаться. Когда сын Кунти Арджуна воен на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце, который исполнен состраданием, подавленным произнес такие слова. Вообще-то во время мира мы опираемся на эти критерии. Просто напитут у себя. Во время мира – это самое важное. Оказывается, в войне это уже не важно. Представляете? Вот если началась война, это уже не так важно. Ценности меняются в военное время. И в каком-то смысле в наше время ослабеют эти представления о дружбе и любви. Вот и потому, что мы живем в постребальном режиме дружбы. Но в будущем это можно последствия еще больше. Может, нам еще повезло, что мы еще в суде какого-то относительно не можем находиться. Нам еще больше повезло, что мы стали предыдущими Кришним. И мир – это наша суть, наша культура. Мы принимаем одну сторону мира. Арджуна принял сторону мира через сострадание. И это подарило ему. Это чувство сострадания не возвысило его. Он испытал чувство подавления. Стал терять сил. Арджуна сказал, «Кришна, видя перед собой друзей и родственников горячее желание сражаться. Я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, а в арду пересыкали». Но представьте, ваши друзья приходят сражаться с нами. Что почувствуют? Ну, почувствуют, что, кажется, все. В сердце на себе. В ноль усилий. Все официально, все отношения. Напрасно все. Где доверие, где надежные отношения. Нет, нет ничего святого значения. Опустошение это чувствуется. Все ваши друзья стоят с врагами, предают вас. Как жить? Арджуна испытала, он чувствовал дружу. Дружеское расположение всем. И пропадает, объясняет. «Тот, кто по-настоящему предан Господу, обладает всеми добродетелями святых и полубогов, тогда как не преданные, сколько бы образованные, культурные, с матерной точки зрения не были, лишены этих воздушных качеств. Поэтому, когда он увидел на поле боя своих соорудичей, друзей и членов своей семьи, он преисполнил со состраданием к ним, решившим с воевать друг с другом. К своим воинам он испытывал сострадание с самого начала, но сейчас он пронесет жалость даже в городе, вражеской армии, предвидея их именовую гибель. При мысли об этом его охватила дрожь и у него пересохла в городе». Ну, то есть есть люди, которые умеют сигналивать мир, умеют это делать. В шастрах есть наука как из врага, с его друга, но для этого нужно иметь настрой соответствующий, желание соответствующий. И, собственно, это требует большой жизненной силы, большого разума, внутренних усилий, чтобы все-таки поддерживать мир в обществе. Это самое трудное. Как вы видите, поддерживать плохие отношения за семьей сложно. Вот каким-то образом, да. Но поддерживать хорошие отношения трудно, и особенно это отражается сейчас в семьях. Люди живут в семьях, как будто они близкие друг к другу, но они очень эгоистичны. Они могут пообещать и потом их нанести. Всегда так. Они приходят на счет того-другого, на счет того-другого. Они все обещают. Их хватает несколько месяцев. Ровно на месяц. Не долго. И меняется. Вот эта, скажем, трансформация беспокоится сейчас. То есть, что мы не можем полагаться на эти обещания живых, на эту адхану в человеке. Пропада говорит, что Арджуна испытал сострадание своим больным с самого начала своей стороне. Понятно. Сейчас он вспомнил, что и эти так называемые враги, они на самом деле не враги. Он же помнил. Дружбу. Он не хотел предавать, нарушать эту дружбу. Это на самом деле цельная вещь. Не пренебрегайте первой главой. Не думайте, что только майя то, что Арджуна испытывает. Возможно и майя. Но это естественные чувства преданного. Естественные отношения, что если они захимировали бы они. И этот воистованный дух оказался в какой-то степени неожиданностью для Арджуны. Каждого, друзья могут так воистово сменностью смотреть друг на друга, что готовы убить друг друга. И вот Иштира, когда заметил эту вещь, заметил, что мужья и жены стали ругаться и разговаривать с ненавистью. И он сказал, что наступает в коридор. Это первейший признак. Что люди начинают общаться с ненавистью. И он сказал, что нужно покинуться. А же собаки лают на людей и говорят, что мужья и жена начнется говорить с ненавистью. Он ужасался, когда делал такие вещи. Но жители Калилюрии думают, что это нормальная жизнь. Вот такая сила Ахангары. Почти весь его род и все кровные родственники пришли сюда, чтобы сражаться с ним. Для такого добросердечного преданного, как Арджуна, это был удар. Это здесь не сказано об этом. Мне трудно себе предсказать, что Арджуна не только чувствовал дрожь в теле и слуху сварту, но также плакал от сострадания. Все это свидетельствовало не о слабости Арджуны, а о его доброте, присущей честью преданному Господу. Вот о чем говорится. Продолжение следует. Тот, кто безраздельно преданной личностью Бога обладает всеми достоинством Бога, тогда как непреданным может похвастаться только материальными качествами, цена которых невелика. Причина в том, что такой человек постоянно идет на поводу своего ума и потом не может стоять перед соблазнами материальной энергии. То есть, с одной стороны она представляла праведность Дрёдхана, а с другой стороны она представляла зависть Дрёдхана. Девчь, на поле декоративных девчьев. Пропадали, что разница между Дрёдханой и Арджуной в 2004 году была только одна. Они были на самом деле образованы одинаково и воспитаны в одной культуре семьи, в воздушной семье, в царской семье Хастинапура. Но только одна. Павловы принимали авторитет Кришны Священных Писаний, Дрёдхана не принимала авторитет Кришны Священных Писаний. И Арджуна называет это своей семьей. Вот это была его ошибка. Потому что это себя Кришне назвали. Кришна позже скажет, что они все мои неотъемленные частички. Но я отец священных существ. Он скажет это такими словами, другими словами. Такими словами, что читатель может даже не заметить, о чем Кришне говорит и понять, о чем Кришне говорит. Ведь он же все-таки разрушит семейные традиции, Дрёдхана. Но я уже направлю. Но Кришна говорит, потом благоводите, что семья не то, что ты думаешь о людях. Ты правильно мыслишь, но ты просто не видишь источник отец семьи, того, как поддержите семейные традиции. Хотя я перед тобой хочу. Все эти живые существа мои неотъемленные частички. Я отец и мать и порт, как родители не хранят. В этом как бы суть Хармана. Но тут Арджуна на этом давя. Я забыл про Кришну. Просто обратите внимание на обстоятельства. И в данном случае Кришна играет необычную роль для Арджуны. Он его колесничает. Роль колесничает подчиненный его. Кришна по-дружески принял эту роль. Я Арджуна. Поэтому забываю о положении Кришны. Думает, Кришна мой возничий сейчас. Сейчас он вспомнит про Кришну. И как бы предание он говорит. Научи меня. Теперь ты мой учитель. Дружба в сторону. Я хочу, чтобы ты развеял мои сомнения и скорбь. Но пока он говорит такие слова. Тело нахватило дрожь. Волосы стали дымом. Глук гонки выпадает из рук. А кожа была как огонь. Симптомы знакомы вам? Волосы бы не поднимались. Никогда вы не испытывали подобные чувства. Но из этого стиха мы можем понять еще одну вещь. Того времени. О различии. Что люди имели другую силу чувств в жизни. Другая сила была восприятие отношений. Беда. Здесь, по-другому, нужно понять, что современный человек практически не переживает эти вещи. Вы общаетесь. Друг тела обладывает рожь. У вас возьмется дымом. И кожа кладет. Как это было? Пар идет. Испорение вызывает. Натуральный кофе. Я не знаю, что Джона был за личность. Но он чистый, прядный Кришни. Поэтому все возможно. Когда он сражался с Господом Шивой в Гималаях. В поединке. Господь Шива хотел испытать Джона. Презвонился в охоту. А Джона сначала не узнал его. Поэтому они сражались. И Джона такой сильный воин. И он схватился с Господом Шивой. И думает, что какой-то простой охотник одолевает его. И все стрелы отбивает. И все оружие проглатывает. Что за охотник? Какой-то листик. Я ему все-таки должен победить. Я Джона. Я друг Кришни. Я не могу. Репутас тут лично. Набредить ему. И когда уже оружие было. Все использовал кулаками. С ним дрался. С Джона. Дрался как сумасшедший просто. И у него изо рта дым пошел описывать. Не пара. Дым пошел. Я не знаю, что за личность была жива. Мы не можем поделать. Чтобы дым шел изо рта. И грязный спичек. Такой не в силах оставаться здесь. Память отказывает мне. И разум мой помутился. То, что я вижу, предвещает одни лишние счастья у Кришны, садивший демона Кешава. Вот видите, как Харчон вращает сейчас Кришну. Еще один момент, который мы можем предвещать. У Кришны много имен, много поступков. Поэтому много имен. Согласно определенному поступку еще определенные имени есть. Кешава. Убийца демона Кеши. Почему вы обращаете так? Потому что Кришна может мгновенно освободить людей всех от демонических проблем. Убить любого демона. Где бы он не прятался, в умели в воплощении каком-то, Кришна может убить любого демона в другом месте. Однажды он убил демона Шанка Чудо. В форме телеги. Демон принял форму телеги. Так что будьте внимательны. Демон очень коварный, очень хитрый. Могут оболнуть ими. Могут оболнуть ими. Иллюзии. Он превратился в телегу. Он узнал, что еще она положена кличка в тель. Очень удобная телега. Как делают телегские жители. Если куда-то хотят случиться, они от солнца плячут ребенка по телеге. Огромная телега с двумя колесами. Большая, нагруженная всякой утварью. Посудой тяжелой. Вот эта телега следует. Он набрузил его посудой. Он скрывался очень хорошо. Но Кришна сразу вывел. Он распознавался. Если бы нам удалось пообщаться с Кришной непосредственно, он сразу вывел. То, что невозможно, мы можем скрывать и что угодно делать. Но от Кришны это можно. От сердуши тоже. Но сердуша поддерживает их тоже эти качества. Он все поддерживает. А Кришна не поддерживает. В этом роде сверхдушует Кришна. Он булавой. Бах! И все сделаешь. Вот он пришел. Как сверхдушал, он поддерживал всех. Там находился круг Шетры, распределил армии. Каждому кидал оружие, убеждения. Все поддерживал. Но, как Кришна, он занял в сторону Анну. Вот кто выше? Кришна или Парамаду? Тут еще вопрос. Парамаду беспрестрастный. А Кришна оказывается не беспрестрастным. Демоны всегда на него нападают. Что он не беспрестрастный. Но сторону богов принимает. И преданностей. И память отказывает от него говорить. Как вы думаете, при каких обстоятельствах память отказывает у человека? Потрясение. Потрясение. Да, потрясение. Вот конкретно что? Когда память начинает отказывать, начинает судорожно сражать, что делать, что делать, как будто вы не знаете. Пока что есть что-то делать. Вдруг вы сбили стол, полностью не знаете, что же делать, что же делать. Когда? Утрата. 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 Будь с Богом, с землей. Ну, йога. Это жизнь. Связь. И связь разрывается. И всё, разум помутился. Память отказывает мне. Мы же в своей жизни опираемся на эти именно критерии, кто мама, кто отец, кто друг, кто жена, кто ребенок. И вдруг это подобное явление разрывается. И это все равно, что вы играете. Я даже не переживаю таких разрывов. Сметение, охватившее Арджуну, гнало его прочь с поля боя. А разум его так ослаб, что он больше не помнит себя. Человек оказывается в таком состоянии из-за чрезмерной привязанности к материальному веку. Он был так привязан, вот таким доброжелателем. Можно быть привязанным к гуне-добродетели, а можно и другие гуны быть привязаны. Потому что она тоже была привязана к пангулах. И кажется, она была привязана к личным. Он только думал, где эти пангулах, где эти пангулах, что это делать? Как же их убить? Это тоже привязанность, она к минусу. Но Аджун был привязанным к добродетели. Он как доброжелатель к институту, у насечен сатур. И, кроме этого, Аджун не казалось, что сражение принесет страдания, несчастья. И когда человек понимает, что в будущем его ждут одни, лишь это чревалия, и надежда, ему не суждено сбыться, он невольно задает вопрос, что я здесь делаю? Понятно. Такие прогнозы вы скажете, что я здесь делаю, зачем? Я не понимаю, какой удар я получу, убив в этом сражении своих сородичей. Ни победы, ни царства, ни счастья, доставшиеся такой ценой, не нужны мне пришли. Ну, цена счастья. Вам сказали, ты будешь счастлив, как убийство будет, все. Счастье тебе придет. Счастье, ну, Бог, Бог, нет, нет. Как раз на ворот счастье я связываю с этими людьми. Какое счастье мне ожидает всех этих людей, которые для меня источник счастья, я буду убивать. Вряд ли. Я что-то не могу понять. Где истина? Счастье, да, как раз на отношении с этими людьми. Не зная, что истинной целью жизни является и Вишна, и Кришна, обусловленные души ищут счастье в материальных и плотских отношениях. А скрепленные ложным представлениями о жизни, они забывают даже о том, как надо действовать, чтобы ввести материальную часть. Аджуна как будто даже забыл о коллекции через Кшатли. Известно, что две категории людей, истинных Кшатли, которые погибают на горе боя, и люди, отрекшиеся от мира и целиком, осветившие себя духовной практики, он достаивает за право пасть на Солнце, и самым могучимым излепительную планету. Аджуна не желает убивать даже своих врагов, не говоря уже о родственниках. Он считает, что смерть родичей не принесет ему счастья, и которому не хочет сражаться. Точно так же, как святый человек, не испытывает никакого желания. Хороший пример. Он любит его. А есть. Если он не голодом, не будет его. Разочаровавшись, когда все натурно уже решили уйти в лес и стать решением, как Кшатли, ему, чтобы получать следствие существования, необходимо править царством, поскольку Кшатли не подобает заниматься ничем другим. Однако у Аджуна нет царства. И в России его он может только победить в битве с воерудованием братьев, и отвоевав в них царство, доставшееся ему на следствие от отца. Но именно это он и не хочет делать. Потому что Аджуна считает, что у него нет другого выхода, кроме пути в лес и вешенниках. А Кшатли должен править. Но вы, родные, братья захватили власть. И как Кшатли он должен отвоевать царство. Не выплатить. А отвоевать. Иначе он не Кшатли. Но поскольку они в родстве идут, они знают, что делать. О Говинда! Зачем нам царство, счастье, да и сама жизнь, если все те, ради кого мы стремимся обладать этим, собрались сейчас на поле битвы. По форматку Судана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, педя по матери, детям, внуки, зитя, Чулина и другие родственники, стоят передо мной готовы расстаться с жизнью и потерять все, могу ли я желать их смерти, даже если иначе они убьют меня. Но храните всех живых существ, я не хочу сражаться с ними даже в обмен на себе мира, не говоря уже о земле. Много ли радости принесет это на уничтожение сыновиды и дрожат? Интересно, да? Ведь скажете, что слова, журненные, безупречные, твое видение просто идеально цивилизованному человеку, все же здесь есть, недоставлено. И только Кришна может это увидеть. То есть мы же всегда правильно рассуждали, почему нет? Выглядит, если он человек. Он вам докажет свою позицию, он вас убедит, себя он давно же убедит. Не то, он даже этой своей позиции жить посвятит. Да? Он уверен в своей правоте. Любой человек. Поэтому, когда вы общаетесь так, если вы цепи вот уверенностью, вы понимаете, что, ну, ничего невозможно. У него такая верность, у меня совершенно другая верность, мы никак не понимаем друг друга. Это очень прочная концепция. Да только Кришна можно разоблачить любую из этих концепций. И примирить таким образом. Или заставить уже выполнять свой долг человека. Подобнуть его к исполнению обязанностей. Варжуна называет Господа Кришну Гавидой, насколько Кришна доставляет удовольствие коров и чувствам. Употребляя это важное слово, он хочет сказать, что Кришне должно быть известно. Каким образом можно доставить удовольствие чувства маржуны? Ведь о чем-то идти. Что хочет ожидать сейчас, испытывая вот эти расстроенные чувства, сложные чувства, чтобы Кришну-то не творил его чувства. Успокоил его чувства. Прощается, ну, как ковиде, к источнику. Счастье для чувств. И что же он говорит? Мои чувства не будут отвергать ремески, я даже три мира получу взамен на эгипет. Какое счастье нам принесет уничтожение своей литерашки? Он думает о счастье. Но ковиде вовсе не обязано услаждать наши чувства. Круто отпишет. Вот уж интересно. А кто что-то должен? Мы обращаемся. А зачем-то мы к нему обращаемся. Никто он не должен. Тогда какой смысл обращаться? Однако, если мы будем стараться доставить удовольствие гарантии, наоборот, видите, то это само по себе принесет удовлетворение нам в наших чувствах. Да, это и не знаю. Сегодня человек хотел. Я думал, он должен, а как я обращаюсь за ним, должен, чтобы кто-то любит наши запросы и желания. Тут кажется, что нужно его желания. Интересный момент. В материальном мире каждый ищет чувственных удовольствия и хочет сделать Бога исполнительным своих желаний. Но Господь удовлетворяет желания живых существ только в той степени, в какой они того заслуживают, а не в той, в какой они хотят. Сколько мы хотим? Долго. Долго. Очень долго. Если честно, не знаю. Не скромно учить. Хорошо. Но тут леди свои желания. Ой-ой-ой. А сколько заслуживают? Почти ничего. Из-за того, что вы делаете. Хорошо. Конечно, не все могут согласиться, что я ничего не заслуживаю. А мы хорошим человеком. Чем я здесь служил вообще? За что такое обращение? Что за жизнь такая вообще? Я имею в этом настроении тоже. Ну, какие странные вообще. Гавилья служить не хотим. Нет. Хотим, чтобы Гавилья служил нам. Значит, у Гавилья зачем? Интересно. А так, когда живое существо стоит перед собой иную цель и старается достать удовольствие чувствам Гавильды, а не собственным чувствам, тогда, помилосте Господа, оно получает все, чего желает. Вот это вариант. Я могу принять это. Если ты не меня все-таки получил. Я согласен с этим, например. Ну, это не так сложно. Это только листок плотный. Нет, все, что хотите. Нет, 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 нет. Хороший создание Крисуса. Кришне говорит, что ум очень прямый, хитер. Все равно, в свою очередь, добиться позиции, это не объясняет позиции. Как же вы говорите? Вот поэтому обращаемся к Кришне. Кришне знает, что делать за этим. Вот знаете, как избавить человека в этих эгоистических высказках настроения. Вот. Он лучше нас знает. Увидев. Дальше. Пока это неизвестно еще. Мы только начинаем первого человека. Сильная привязанность к своему роду и члену своей семьи, которую проявляет Арджуна, значительной степени вызывает его естественность состраданием к ним. Ну, вот это момент. Отметьте. Привязанность тоже разная бывает. Вы видите, что Пряды тоже с привязанностью воспитывают своих детей и к семье относятся ответственно. И дети тоже привязаны к своим родителям. Но, когда дети вырастают, они могут забыть родителей. Что это за привязанность? Вот родители помнят детей всю жизнь, а дети могут забыть родителей. Все же разная привязанность. У Арджуна была как бы святая привязанность и состраданная. Она была привязанная. Хотя много другого сделал Дорёдхана и его братья. Он все же к нему сдувился страдать. Это несколько именов. Это качество. Это вреды как будто бы привязанность. Внешне похожее. Как будто бы вожделеетесь. Внешне очень похожее. На самом деле, это не в духовном причине. Кришне. Итак, Арджуна хочет отказаться от битвы. Он не знает еще, что Кришна хочет этой битвы сам. Он еще об этом не думает. Не предполагает. Вообще трудно, конечно, хочет Кришну. Очень сложно. Потому что Кришне ничего не хочет сам. Не потерять. Но как же он хочет это битвы с кем-то потерять и желание? Еще загадка. То есть он все это провоцирует, так сказать. Он сам не участвует. Смотрите, ребят, подстригает Арджуна, чтобы вы посмотрели. Вот это Бог. Слушай, у тебя проблема. Как быть? Арджуна похожа к правде. Больше стерен, чем Кришна. В этой главе можно так и видеть. Арджуна надежная основа для его сострадания, для его состояния, которое он испытывает. А что же, Кришна сейчас будет. Убив тех, кто грозит нам сейчас войной, мы покроем себя грехом, грехом. Поэтому нам нельзя убивать сновиде Тарашты и своих друзей. Чего мы добьемся этого Кришны, супруг, богини, удачи? Как может смерть просто никак принести нам счастье? Потом Кришну называют уже по-другому. Супруг, богини, удачи. Если ты супруг, богини, удачи, то к чем же удача? Удача отвернется, удачи, удачи. Ты же супруга или неудача? Так призови сюда удачу. Ядой выделяют шесть видов преступлений, заслуживающих здоровой кармы. Помните? Шесть. Первая попытка отравления. Если вас кто-то травит, можете убить это че. Как правило. Например, вам подают яхт, вы говорите, вы будете пить тыс сам сначала. Когда он умирает, нормально. Поджог дома. Мы сейчас сидим в доме, кто-то там поджигает. Сейчас мне нужно выйти и быть на месте. Покушение на жирец используется смертоносным оружием. Так, то есть, видите, какие вещи. Поджог дома. Покушение на жирец используется смертоносным оружием. Четвертое ограбление. Если прочитать грабители, можете тоже защищаться. Смело. Не думать о сострадании, о человеколюбии. Можно защищать. Захват чужих семей. Также похищение чужой жены. То есть, не вы похищаете чужую жену, а у вас похищают жену. Нет, не трепут. Можно тоже защищать свою жену, приведя. Вот шесть. Те, кто совершает эти преступления, нужно уничтожить на месте. Их убийство не забитает человека грехом. Я знаю одного брена, которого убил одного грабителя. К нему еще и двое грабителей. Да. С ножами, как бы, были. И без закрестителя на оружии. Они пришли, когда в его квартиру выглядели. А у него под ругой был молоток. Он дарил молотком одного человека и убил на месте, а другой убежал. Сутки убрав, да. Как здесь говорится, «Человек считается невинным, потому что он обольнялся». Мы говорим, «Дядь, шесть тысячи описываются. Итак, обыкновенный человек вправе убить такого преступника, но Арджуна не был обыкновенным человеком. Но он отдал всеми качествами святого и хотел обойтись с преступниками как святого. На самом деле, в этом есть недостаток. Все люди святые, поистине, это было очень качественное, они устраняются. В сторону. Как это же мы хотим? Да нет, что с этим словом связываться. Лучше уйти в сторону Бога. Многие предыдущие, которые именно так идут. Не связываться с этим миром, не годом. Лучше в сторону идти, мантру повторять, просадки. Кришне смотрели, и почему-то по вредам покинутся. Иногда так, предыдущие будут понимать, что место, где они живут. Но это недостаток, потому что, в одно случае, мы уступаем в владеянии. Это недостаток сострадания. Тот, кому доверен управлять государством, разумеется, должен быть правильным человеком, но ему не позволено быть малодушным. Вот еще, по-другому, это может малодушить, уход, это может быть и невозвышенная деятельность, но надо с этим хорошо. А эта скатность уходить в сторону, это может быть малодушить, можно ошибиться. И так сложная ситуация, запутанная, где тут сострадание с малодушием сочетается, как-то, решить. Вот, Джон Ардена, пусть эти люди, чьими сердцами завладела жадность, забили греха в убийстве родственников, или в распрость с друзьями, но почему бы, зная о том, каким тяжким преступлением является уничтожением рода, должно участвовать в этом злодействии. Но то, что они хотят сражаться, они просто забыли из-за плохих качеств. что они делают? Да, они слишком злобно настроят сыноведы и парашют. Но почему мы должны стать такими же какими вопросами? Они-то негодяи, но почему белорусственницы не годя? Потому что мы должны делать то же самое, с чем уничтожить род. то есть, он как бы говорит, что его втянули в эту политику злые люди, но почему он должен употребляться инжи? И если естественно просто уйти, кришни остаются. Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций. Отчлены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. Представляет в этом мире Бога человеческий род. Род человека. Животные не представляют Богу. Его нужны. Род людей, великие. Есть родословные. Именно потому и великие, что они вредны Богу. Это преемственность. Естественная преемственность передачи религиозных принципов заповедей. Это и есть семейная традиция. Разницы между религией и семьей разницы нет. Это ашфа, духовный вклад, где хранятся религиозные принципы. И если семейная традиция, династия уничтожается, уничтожение, это еще не уничтожение, уничтожение, уничтожаются старшие члены семейства, тогда младшие теряют веру в Бога. Но как представьте, в вашем роду есть святой и Бог убит. А где же Бог был? Любой человек спросит об этом. Если он верит свято своих старших представителей Бога, то он верит, что они под защитой Бога находятся. Это главное. Как пророки, не под защитой Бога. Но вот Иисус Христос распят. И что же? Где же ваш Бог они говорят? Если Бог не воскрес, было много сомнений. Но когда Он воскрес, а, ответ мы победили. Бог есть. Но в данном случае речь о том, что их нужно уничтожить. Воскресения не будет. Значит младшие вслед семьи, которые остаются, потомки, которые должны родиться, люди родились, участвующие, только битва не вырастут и будут думать Бога нет. Если все родственники были святыми, то они все погибли. А чьи руки были? И они теряют веру, забывают Когда в родного царяется без Божьего Кришна, женщины в нем возвращаются, а возвращение женщины потомок Кришни приводит к появлению на свет нежеланного потомства. Если в роду нет святых, женщины перестают чувствовать присутствие Бога. Женщина опирается на чувства. Для женщины важно общение со святым человеком, в виде святых. Мужчина, он уже теоретически подготовился к святости через аскерт просто. Вот тут аскерт, тут и святый, вот с этого он начинает понимать святых. Вот Санана, какая была Бахина Тахура, 8 часов, он ложился в 12 часов. Все. Он умный святой человек, и что он делал, делал то-то-то-то, не минуты, не терял лишний. И так мы понимаем, как мужским разумом, это святой человек. Нам все просто. Но, как говорится, женщины развратятся, потому что нет духовного контакта, нет восприятия. Без духовного восприятия они не смогут понять их принятия. И первое, пострадают женщины. Пропад говорит, что если кто-то становится чистым, преданным, то первый, кто это заметит, был женщин. Это их природа. Это способ поддержания сознания Кришны. Любая женщина мечтает о муже Брамане, святом человеке. Что он будет святым человеком, таким, как написано в шатрах. Для нее важно иметь это общение. Если она не получает, то ум ее возвращает. Значит, она думает о другом мужчине. Сейчас это сложнее. У меня, правда, не желание, не ожидание. И женщины, естественно, они думают уже ни одного мужчины. Поэтому как раз эти старшие члены семейства, мужья, вот такие отцы, деды, они несли себе духовные традиции. И так поддерживалась эта чистота женщин. Таким образом. И Антон говорит, так мы разрушим. И пойдет что? У нас нежеланное потомство. Женщины возвращаются. Это привод на свет нежеланного потомства. Безбожия устанавливается. Утверждается. Значит, только утверждение безбожия. Ради безбожия. Все это уже твердо, надежно, безбожие. Пропадает, говорит, комментарий, что женщины, как и дети, очень подвижно дурному влиянию и легко поддаются на обман. Поэтому и те, и другие начнут находиться под оберегой старшей члены семьи. «Если женщина прилежно совершает все религиозные обряды, она не станет изменить мужа. Посланничная гипродита, женщины в большинстве своими слишком разумными, потому нельзя доверять. Значит, нужно позаботиться о том, чтобы они соблюдали семейные традиции и были постоянно заняты, совершая религиозные обряды. В этом случае в целом мудре и в реальность приведут к рождению благочестивых детей, достойных членов общества Варнашема. И нарушение устоев общества Варнашема дхармы приводит к тому, что женщины получают свободу в действии и вступают в беспорядочные связи с мужчинами. В результате из пружских измен на свет появляется нежеланное потомство. И безответственные мужчины тоже толкают женщин к их падению. И как вследствие этого государство начинает преобладать нежелательное население, что в свою очередь переводит к ойдам и эпидемиям. То есть мужчина, когда видит женщину, не защищенный религиозными принципами, но становится агрессивным в определяющем. Вот такая природа страшная, в которой мы живем. Очень осторожная, в этом плане. То есть тут к агрессии очень легко прийти к конфликтам, к насилию очень легко прийти в этом мире. Здесь говорится это потому, что разрушают семейные традиции. Рост числа нежелательных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад. в ад. Вот она дорога в ад. Через отрушение семейных традиций. «С вырождением рода праотцов ждет падение, ибо потомки перестают относить им пищу и воду». И так лишь напоминает, что этот род человеческий, он связан с праотцами, которые делают для нас став надежды в ад. «С вырождением рода сверху». То есть мы здесь не одни. Мы представители. Увышение человека. Мы представители Бога в доме. И Кришна здесь говорит об этом. Что эти праотцы, от которых мы должны зависеть, которые благословляют нас, прекращаются отношения с ними. И что происходит? Человек пристосотрудничает с природой вообще. Борьба вострять за собой живание. Даже просто жить в этом мире сейчас сложно стало. Как бы наша была бы земля, а как сложно не жить? Странно. Потому что высшей силы человек с ними не сотрудничает. Арджуна, например. У него лук Альдива. Этот лук Альдива полученный от Медры. Он общается с высшими силами. Смотрите. Этот лук Альдива, его нельзя разрушить никаким оружием. Войны, когда сражаются, лучники, они часто разрушают оружие друг друга. Стреляют в лук. Ломают его. Разбивают его. Но лук Арджун нельзя было разбить. И детью нельзя было только передать. Это был лук с планетами. Гандива. Он был не из дерева, а из чего-то другого. Он был сделан из рога, носорога. Целеком. Его начинуть не мог ни один бой, кроме Альдива. И он был не разрушен. Для такого лучника был лучший лук. Но он был получен в результате взаимоотношенными с высшими силами. На земле нельзя было создать такое оружие. И такое оружие требовало также и стрел соответствующим. У него был колокчан со стрелами не иссяками. Создание. Часто они патроны кончили. Все. Конец. Обронов нет больше. Оружий нет. Но Альжуна не случалось такого. Он стрелял быстрее всех, когда он мог выпустить все стрелы за какие-то считанную минуту. За старшим сухаристовом грузестрелами для немецкой минуты. Отлично. Я хочу выпустить все стрелы в цепи. Это же Галаждуна. Не путайте с нашими современными спортивными лучниками. У них реально подзорная труба. Они ничего почти не видят. Они царятся. Там долгое время, знаете. Смотрят вот друг. Вот. Ну снова так же. Полчаса наводят эту стрелу куда-то там. Стопос подборную трубу. Пытаются уже попасть в цепи. Я хочу на каждую карту. За какой пункт? Что все-таки одна из децестрел попала. Очки-то какие-то набирают по очкам. Если даже не попал, что у нас очки какие-то ставят, чтобы близко в цепи. Не путайте Альжуна с таким лучником. Это был лучший лучник мира. У него знали даже полубоги. И дали полубоги, давали ему такое оружие. Более того, Альжуна была колесница Кришны. И она тоже была неразрушима. Ее не могло взять ни одно оружие. Это другой способ ведения боя. Разрушить оружие противника или его колесницу. Или я хочу флаг сбить на колеснице. И уже побеждает кого-нибудь. Флаг представляет личность во достоинстве. Или возницу можете убить и вон. Но невозможно убить ни возницу, ни колесницу, ни даже флаг на колеснице. Ни оружие Альжуны. И стрелы не кончались. А Альжуна была с насчетом. С высшей силой способствует. Остальные люди были менее удачливыми. Не было таких отношений с высшими силами. А Альжуна был сыном Идры. Но жил здесь, как земной бой. И так, видите, люди общались с другими богами. Они могли чудесные вещи делать. И вот еще те, что вы кормили бравонов, получил от бога солнца горшок. Который произвел любое количество пищи в течение дня. Пока пропали и не поезли. Если друба не поела, горшок в этот день не дает вещи. Пока она не поест, горшок может произвести любое количество пищи. И так каждый день. Друба-то ела только вечером. Она постилась каждый день практически. Поела вечером, горшок успокаивает. Есть же сказка про кашу. Его не могли остановить, но друба не хочет. Если друба не поела, он восстановился. И так он завалился кашей. Проблема. И так, горшка недостаточно, друба не остановить. Мне говорят, что луки, кандиды, стрелы, кандиды, сказки какие-то. То есть есть связь с правосами, с высшими силами. Правосы в каком-то смысле это даже по-лубогим могут быть. Например, господа шивутся в этот сон, все живут за счетом. А снова господи, как видите. До которых нам никакого нет. Ну а если они посылают что-то, мы не против. Если у тебя есть, то перевод. Чтите просто денежные. Кризит никак. Кризит и круг дело. Ответная реакция на поведение человека. Прикрешение тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению желаемых детей. Останавливает деятельность на благо семьи и общества в целом. Грехи. О Кришна, хранитель рода человеческого. Кула Кармана. Называется он здесь. Кула, семейные традиции. Хранитель рода человеческого. От наставников, принадлежащих к цепи духовных учителей, я слышал, что те, чьи семейные традиции разрушены, навеки поселяются в воду. Кто их учит? Учины, должен быть родственники. Родственники бывают либо учитыв, либо учитыва, либо обычные родственники. Если того или другого не будет, то они на лодунной рейше находятся. Нас выдаст какой духовный учитель сейчас. Д core man, твои родственники не способны нас делать. Мы тоже не рассказываем. Не странно ли, что мы сейчас замышляем в тягчайших грехах, движим и желанием насладиться радостями царствования. Мы готовы убить своих близких. И попасть здесь, коротко говорить, человек движим и корыстным желанием и порой готов пойти даже на такой грех, как убийство собственного брата. История знает немало подобных примеров, но Анджуна безгрешный преданый Господа всегда чтил законы нравственности и не хотел слышать подобные поступки. Пусть, лучшие сыновья и граждане, с оружного рукава убьют меня за болью боя, безоружного и несопределяющего сына. Анджуна говорит, что он герой обуви, все в порядке. Сэнджайо Вача, Анджуна все рассказала. Вы знаете, воины, они много не говорят. Я что угодил судь? Он за ругает. Это хороший ответ. Вы сказали, он не спорит. Он принимает еще. Недолгий разговор. И вот Анджуна начал этот, как бы, недолгий разговор, который привозился к целому виду. Драката. Сэнджайо Вача. Сэнджайо Вача. Сэнджайо Вача сказал, промоев это на буревое. Анджуна отбросил в сторону логострелы и сел к литнице, охваченный срок. Залли он короче. Все. И удачи. Похоже, где-то нагрушитель не состоит. Он не знает, что будет дальше, но здесь проблемы серьезные. А Джон отказался от движения. Похоже, Панда во время облеченной вперед, к нам торжествует. Санчжай сказал, увидев, что Абжуна охвачен со страданием и скордием. Под глазами полный слез, Матху Судана Кришна произнес такие слова. Интересно, что вы скажете Кришне. Чти Бхагаварану Вачу. Знаешь, что он говорит? Невероятные вещи. Удивитесь. Верховный Господь сказал, Абжуна, как могла это скверно одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Он приведет к человеку не в рай, а к бесславию. Ты все неправильно говоришь и думаешь. Что такое? Что случилось с тобой? Совершенно другую точку зрения. Он не присоединяется к Абжуне, не садится на полиснице. Я тебя очень понимаю. У меня у самого куча проблем. Так псевология. Сейчас присоединяются и говорят, да, да, я очень чувствую. Невероятные цитингианты, откуда скверно такая. Он называет здесь Анарья. Не Ари, Анарья. Вспомните кто? Ужас какой. Знаю, читайте дальше вообще. Но здесь, что про Паду будет совсем о другом говорить? Не по-другому. Это первый спрошек. Он говорит, шри бхагавану вача. И тут несколько остальных идут объяснить, что такое шри бхагавану вача. Потому что тут впервые применяется слово Атанжай говорит, шри бхагавану вача. Атанжай говорит. То есть его записывают. Так и есть. Что такое бхагавану вача? Нескоро должна говорить. Нет. Высшее знание должна слушать. Почему слушать? Скоро. Несчастье, проблемы слушать. Зачем слушать? Слушать, что вы бхагавану вача. Откуда эта скверность? Что-то действует, все скверные, все устроили. Потому что он совершенный. Нужно слушать совершенный и сквозь. Зачем слушать свой ум? Он несовершенный. Почему опираться на свои чувства, на свои понимания? Не хорошо. Опираться можно только тогда, когда вы занимаетесь служением Кришны. А и тогда, когда принимаете решения. И здесь прапата будет приводить все необходимые аргументы. Кришна – это Бог. Верховный Кришин. Поэтому в виде Кришну везде называют бхагаваном. Бхагаван представляет собой высший аспект абсолютно истины. Кришну не называют Богом те, кто украдет с ним отношения. Нет, это невозможно. Лишь только те, кто имеют с ним отношения, называют его богом, бхагаваном. Не преданы не могут сказать, что Бог – это Кришна. Есть религиозные люди, есть теисты, просто изучающие религию, ищущие Бога. Они никогда не скажут, что это Кришна. Ну да, Кришна – это выгнил, он называет. Так вообще просто Бога. Кришна здесь ни при чем. С этим именем нет связи. Да, разрушена. Устранена эта связь. Они признают другое средство Бога. Не всепривлекающий, близкий. А он опущественный, безграничный. И скорее всего им персональный избег. Хотят. Большинство людей поражены сейчас таким пониманием Бога. И большинство людей хотя достичь этого положения слившихся персональным избегом. Ставь Бог. Май-май. Но слово Кришна для них желательно. Но представьте, когда Кришна был на планете, при этом не видели, кто это. И в Писании было написано, кто пришел. И в предыдущем плащении было его писано. Он покажет, что он в следующем формате у него здесь, а есть три главе. Описывается. Он представит все необходимые доказательства своего божественного, как бы, своей божественной природы. Начиная с того, что он просто начинает сейчас говорить. И вот я объясняю здесь, в этом комментарии, три аспекта абсолютной истины. Брахман, Брахман, Бхагаван. Что Бхагаван тоже есть. Не забывайте, не только Брахман, а Брахман. Кажется, каждое животное общество, безграничный дух Брахман, но также есть личность Бога. Индивидуальность Бога существует выше. Это труднее всего понять, как это высшая личность, безграничная, может быть, индивидуальность. Имея чувство, мнение, характер, очень сложно представить это, но в ровне ума. Потому что обычно мнение какое-то, любое, какое бы ни было мнение, не может отражать всего. Когда вы видите мое мнение, все имеют в виду, что это именно ваше мнение, а не какое-то другое мнение. А у другого человека свое мнение. Когда кричит мое мнение, мы так и думаем, ну да, я не помню. Мы забываем, что есть высшая индивидуальность. И мнение может быть абсолютно. Вот это сложно понять, человек. Мы также сомневаемся, что одна форма может привлечь всех живых существ. У всех разных вкусов. Никто не женится на одной женщине, все женятся на разных женщин, у всех разных вкусов. Даже если самая красивая женщина, не все по вкусу. А как Кришна, все привлекающие, он может тому же не такой. Что он всем нравится, всех привлекает, тоже сложно понять. И очень сложно понять, что одна лично может знать все, всех. И быть одновременно в этом месте и повсюду. Бескранична. Человеку абсолютно непонятно природа Бога, его могущество. Он не может понять, что он беспредельно могущественен. ставит какие-то пределы в уме и спотыкается на этих пределах. Для него легче все думать, что это браван, безличный, все просто. Безличный, безграничный дух, все. Но когда какая-то личность, начинается проблема ступа. Он еще говорит, он говорит. Он. Он же неожиданно. То, что мы разговариваем, понятно, разумно говорит, но он. Он говорит, богородит. Нет, нет. Это люди какие-то записались. Это не смазочные. Они прекрасно понимают, что они не смазочные. В то время они не прекрасны, но это сознательно понимают, что у меня проблемы. А вот, как-то хосмашечек. Или больного человека. Итак, праба говорит, что великие мудрецы, знатоки веры, такие как Парашара, Муни, они объясняли слово вагаван. Обязательно. Шести достояния говорит, что Кришна, когда я всеми шести достояния, берет, когда хотел затратить Кришну, предумевал, где достояние, Кришна показал, что Астана его берет, это надо какой-то длитель. Также это тот самый Кришна, вот здесь, с утра, ты скажешь, другие-то рассказывают, потому что 16 тысяч 8 жен, два ряда. Пока он здесь рассказывает, что он в Барбе живет. 16 тысяч 8. В арендавании еще надо мократию. Я сейчас не знаю, что он делает, когда битвы на Горджетре, о чем они думают, что говорят. Описывается, как жил Кришна, 5 тысяч лет назад. Он построил город Барбе на море, за одну ночь. Но никто же до сих пор не повторил. Это же именно технология. Если все соберутся в весь мир, за одну ночь не построят. Если даже скопилируют. Он преодолен в своей колеснице всю Вселенную, через все оболочки. И они почти на Даши Дмаховичу. Сабжут. Это описывается. Восемнадцать раз уничтожался войско Джерасанхи. Просто выпустил тесных стрел. Достаточно было, чтобы положить все войско. И отпускал Джерасанхи всякий раз. А в восемнадцать раз покинул поле бой. Джерасанхи сказал ему, «Друз!» Вот где он ходит. Вот такие его. Он убил картофильщик от камня и просто ладонью шерпнул по голове и голова отводился. Без усилий. Он поднял полный ратхан, когда ему было еще пять лет. А что вы думаете? Пять лет тот понимает что-то. Хоть что-то. И семь дней держит этому. Вдруг он мог поделять. Можете мне? Даже взрослому человеку это не вникать. И семь дней сходить с контакцией и спрашивать руку. Вспомните, что описано, что Хриши делал на фроныке, как он пришел по зову Брамы, по зову Фуби. Пришел в династию Яду, самая обычная династия. Туда же все по Боге говорится. Описывается вся эта история. По Боге говорится то же самое династии, что помогает моего мессия. И теперь здесь Кришна предстает перед Аджунами, которые отказываются сражаться. О, сын Бритхи, не поддавайся унижительному малодушию. Оно не поддывает тебе. Вырви сердце эту постыдную слабость и воспрянь по героям кровью крови. Как это вырвать можно? Он говорит, ты жаришь. Женщик. Он не будет сходить к психологу. Он говорит, сам справишься, ты жаришь. Ты самодостаточный человек. Мне непонятно, как ты это сможешь, сходить могла одолеться. Аджуна. Так вырви ее и все. Аджуна не торопится вырывать скорбь, он хочет только видеть. Ему нужен психолог, похож на психолог. Он лучший психолог. Аджуна сказал, упоконитель врагов, сразивший демона, матку, могу ли упускать стрелы в людей, подобных к хишме и дроне, которых я должен боготворить? Он возвращается к своему настроению и объясняет конкретные причины. Пхиш, мои дроны мне очень дороги, особенно. С остальными я еще могу как-то сразиться, но с ними даже в шумку не могу сразиться, даже нацелиться не могу. Пхиш, он в стырку направит. Вы можете на всюду полночную набрать оружие? Ну, Кришну, как я минуты делаю? Уж лучше просить подаяния, чем существует, существует ценой гибели великих душ, которых я считаю слегучателем. Пусть ими то движет корысть, они все равно остаются моими наставниками. Если они погибнут, все то, чем мы собираемся наслаждаться, будет занятым на их против. Так же он говорит, пусть даже корысть это не важно. То есть я верю в них все равно. Еще неизвестно, что лучше для нас победить или потерпеть поражение. Сыноветы и граждане стоят сейчас перед нами на поле боя. Если мы убьем, жизнь наша тратит смысл. Я больше не знаю, в чем состоит мой долг. И постыдная слава скупца лишила меня самогладания. Который, прошу, скажи мне прямо, что лучше для нас. А ты нету ученик, душа, не давшийся тебе наставлять жизнь. Вот еще один момент наставить жизнь. Теперь, саржуна, когда Кришна так отвечает на настроение, совершенно в своем духе, жила, ты мной по уроке. Постыдная слава снесогласия. Я потерял разум с чем. Теперь это ученик. Расправляю тебе сложить. Сделал, как ты скажешь в минуты жени. Вот в этом тяжелом моменте мы закончим. Очень тяжелая история, как вы видите. Но Баха Вагита несет несказанный свет сыну человечества. Какие были вопросы, пожалуйста. Что у меня тут два более ярких персонажей для Витара что Дувертана и Оржона. Дувертана эгоизм он такой открытый грубый у Оржона до вот этого момента он тоже считает, что это эгоизм и он такой завоет заварированный. Основная проблема этих двух людей что у них присутствует эгоизм и нету преданности к Богу. А есть что-то еще что мешает принимать эгоизм и отсутствие преданности? На самом деле это две вещи как и говорили две вещи и ложные которые и главное что отсутствие преданности потому что ложного нет это отделено с Кришном сразу придется к Кришной не ложного этого нет но как время это чувствуется И придется И он тогда не обращается к Кришне. У него есть эгоизм, но поскольку он не обращается к Кришне, у него остается свой эгоизм больше ничего. У него тоже есть свой эгоизм, но он обращается к Кришне, поэтому он отказывается к Кришне, но у него нет. Так правляется слово до выбора. Эго всегда есть. Мы не можем жить без пряток. Но Аджун – это истинное эго, поскольку он обращается к Кришне. Это истинное эго, функция истинная. То есть вы можете, даже в будущем, мыслить самостоятельно, не беспокоить Кришне, принимать решения какие-то. Но вы все равно принимаетесь с Кришной решения. А когда не знаете, запутывается, обращается к Кришне. Поэтому важно и обращаться к Кришне. Но он берет и принимает решения, не в связи с Кришной, и Кришне никогда не обращался. Что научили? Нет. Это основная причина эгоизма. Слезбается от эгоизма, получится тогда. Когда он уже освобождается. Да. От эгоизма при помощи пряности можно сказать. Но пряность главное считается достоянием. Пряность уже не самая главная достояния души. Спасибо. Маленький вопрос. Можно ли благородить и делать маркером или не будет искрепления? Лучше отдельно. Спасибо. У него такой вопрос. Получается, когда Махапара Тярджуна сказал, чтобы поменялась эпоха, чтобы что-то новое пришло, нужно, чтобы было уничтожено все старое. Для этого, собственно, нужна эта война будет улучшать, чтобы то, что уже изжигло себя, чтобы ушло, а пришла дхарма. Вот сейчас, как бы, ну, по предсказаниям, идет золотое вкрапление, да, в эпоху калии, об этом многие говорят, и можно ли предположить, что прежде чем это золотое вкрапление начнется, должно быть, опять же, уничтожено все вот это старое пневмоничное, то есть что случится нечто подобное, что случилось тогда сейчас. Сейчас происходит то же самое, что сейчас, сейчас поясним. В обращении ко мне не использую слово «магорач». то же самое происходит только на тонком уровне. Если ты крушет, любитва, физическое сражение происходило так, подьба умов и физическое сражение. А сейчас, поскольку силы геномические и божественные смешаны в каждом человеке, при помощи физического уничтожения, мы не можем получить результат. Мы не готовы к этому. Сейчас нужно быть умным. Поэтому сражение точно такое же идет, просто на другом уровне. Убиваем, где она на фума. Разбиваем ложные гантрины. Так работает. Я понимала, что нужное эго, да? Отвечесление себя с глыбой и с тонким телом, со своими материальными желаниями, привязанностями. А вы говорите, что у природы нет ложного эго, когда она обращается к Рише, что она потом опять не является, что мы же все время отвечесли себя с телом. Пока мы обращаемся к Рише, мы не теряемся с телом. В тот момент, мы не теряемся с телом. В этот момент это сложно говорить. То есть, если население думает про Рише, тогда население, так что? Сложно. Так и есть всегда нужно. Но мы чувствуем это тело и... Чувствуем, что оно есть. Чувствуем. Но мы его не применяем. Мы его как истинно используем. Спасибо. Начинаю с того, что мы знаем, что в основе всего лежит зависть. Потом вот эти все качества. Здесь мы говорим про... Тоже такие отрицательные качества, а как здесь появляется вот эта зависть? Или как это в себе и есть зависть? Как появляется зависть? В чем? Вот здесь вот, вот в этом диалоге, вот в доводах, что нужно было поведение. Потому что у него не было зависти. У него не было зависти. По тобой сказано было Вага Магита. Конечно, только развиты не завидишь мне. Поэтому тебе скажу, еще более запрямленные. И еще более запрямленные зависти нет. Могли быть там сомнения, там мог быть апатия, страх, битвистов по Арджуну, что еще, сострадающего Арджуна. Слава справедливости. Но это зависти нет. Гур Мухараджи, благодарю вас за замечательную лекцию. Бага Магита как-то оживает и становится более объемной. И у меня вопрос такой, немножко практический. Есть такие практики, когда просад предлагают предкам. Просто там в комментариях было о том, что сейчас потомки, они никак не возвышают предков. И я хотела спросить, то есть допустимо ли нам как преданным предкам предлагать именно просад? Потому что, ну, допустим, в некоторых комментариях, что Павлата говорит, что мы повторяем святое имя, и нам не обязательно что-то делать, какие-то ритуалы. С другой стороны, я размышляла, думаю, господь Итаня, он ходил к Гаю и делал церемонии для своих родителей. И потом, там, мое воспитание, оно не такое прям чистое, да? Просто это как бы облегчает жизнь, вот как бы тонкого тела, что ли. Хотелось авторитетно у вас узнать, можем ли мы. А еще в Холинамо Чендамане даже я встречала такое, что, как бы, считается, что если мы предкам предлагаем просад, то это, вроде бы, как точно, а мы к нему относимся. И вот такие вопросы, можно ли это делать или нежелательно? Я недавно узнал, что Иван Сусанин, известный Иван Сусанин, который завел фашистов куда-то в луж обманул их, он был крепостный каким-то там. Так за этот подвиг царица освободила двадцать восемь его поколений. Все были крепостного права. Двадцать восемь, то есть этих колен, господник. Не поколение, а колен. Ну, так же происходит с Однонейшим. Но вы должны совершить что-то для Кришны и сам делать, чтобы родственники освободиться. Если же человек не преданный Кришне, то нам нужно через обряды это делать. Предписанный обряд. Больше, может быть, каких-то обрядов, предписанный. Больше нагрузки. А если вы просто живете как преданные, действуете как преданные, то вы автоматически не можете освобождать из своего родственника. Поэтому, если вы чувствуете, что вы еще не такой обрядов, как Иван Супсанин, то можете еще какой-то обряд задержать. Ну, как чувствовать, я не знаю. Я не умею обрядов слышать. Я могу только о Кришне третий, где почитать все. Я чувствую, что это достаточно. Задержусь... Я могу радовать. На счет зависти. На счет зависти еще хотелось спросить. А означает ли это, что при этом не придавим практикуем, они лишены зависти? Или это все-таки чесно термин? Или это у всех по-разному? Что преды не практикует, зависть или любовь к Богу? Да. Что практикует? Вот, что не практикует, зависит от себя уже. Ну, преды не практикует зависть. Это же практика. Да. Что нужно споследовать? Завицу или петь? Я мое. Я мое, я мое. А у вас точно спорта. Такой. Можно повторять. Мы можем повторять, повторяем, 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 зависть. Спасибо. Ну, надо под замком вот что-то. Когда есть, надо под замком. Ну, хорошо. В те времена, да, вы были личности, фиш-модель, джуна, и сам Кришна в одном планете. Они были отношения, поэтому у Кришны был замысел. Он чего-то хотел, он что-то не хотел. Сейчас преданные, понятно, они живут. Их судьба – это последствия их действий. Они живут согласно карме. А вот первыми, он… Вот могли бы так, да? Он решает, что Кришны на планете нету. И наша судьба – это что? Мы не считались парамадами, которые мы сияли. Мы же говорим, что Кришна, наверное, хочет, чтобы я сделала то, и я сделала это. Это просто мой ум говорит, да, что у меня осталось решение, или я хочу в этих отношениях, или действительно Кришна чего-то хочет. И карма – это не просто обычные личности в карме, а души, которые, тем не менее, живут согласно своей карме. Это же все равно карма. Мы же пожинаем средств для своих действий. И как мы можем говорить, что Кришна чего-то хочет? Он прямо совсем далеко. И кто его не тащит? Согласно Бхагава Грифте, Кришна хочет указать пути, если честно. Он стоит на пути. На теске. Он говорит, да ведь и праде Бхатана, праде Прошли. Если ты хочешь знать – иди туда. Приди наставление, спрашивай. Он делает так это. Если так не может – и вы так. Если так не может – и вы так. Личные виды пути указывают. То есть Кришна указывает путь сейчас. Не то, что он прямо сейчас хочет вернуть. Он должен указать – путь пойдем сами. По которому мы должны сами пройти. Это личностный аспект. Это сам Кришна и все-таки Парамат. Разницы нет в этом случае. Если вы хотите и Кришне, если вы сосредоточены на Кришне, то все не обиды вспомогать вам. И Парамат, и Браман, и материальная природа, и окружающие люди, и боги, и родственники, и даже политики сейчас способствуют распространению с одной Кришне невольно. Если вы сосредоточены на Кришне, то для вас все обращается в главную. Это путь. Все, что вы проживаете, это путь к Богу. Именно Богу. Кто-то может создать для вас даже препятствовать на этом пути. Но он даже не будет представлять, что он таким вот ускорит нашу путь к Богу. Он ускорит путь к Богу. Потому что вы сосредоточены на Кришне. Препятствует. То есть Кришна сейчас в нас ставит на этот путь истинный. Вот. Опять. Будь к Кришну. Особенно Святой? Унг все время связан с нужным эгоом. Если у преданного иметь нужного эго, то почему тогда такой Унг, что с ним вообще невозможно? Откуда тут с него все едет и едет с едет, Если у нас в живой гоню, то как? Это что, отдельно что ли у меня от рига? Аджун говорит, что я думаю, что будет дальше. Орган, а ведь это будет дальше по ум. Силён, ну прям хитёр. Характеристика ума. То, что вы говорите, это подтверждает сейчас. То, что написано, по-голубить. Всё, авторитет. Поэтому Аджун отказался от этой йоги, контроля ума. И он спрашивает, ну скажи мне другой путь какой. Полегче, я не смогу справиться с ума. То есть Аджуна способный побеждать любых врагов и может быть идиум. Когда в этом Кришна крайна? И Кришна указывает, он вспомнит, что ты воин. У тебя, естественно, так думает. Твою лови ждёт. Он уже зафиксирован, так? Твою лови ждёт. У тебя есть своя слава. Свои качества, свои отношения. Всё. Твой лови зафиксирован. Ну, ты действуешь для меня. Такой лови. Так, стой. Тишу. Угу. А, пробуйте пока, какая вот эта вот, эта вот, эта листь. Лично сказал, что кто-то, кто знает природу моего явлений и деяний, тот освободится. Я немножко перед залежал, но как, как это, иммунитет. Понятие явления и деяния Кришны, и уход Кришны, он только тот, кто не отразляется по себе с телом, с материалами. Потому что те, кто проживает себя с телом, понимают своё явление, как материальное рождение. А уход за этот мир, как смерть. Открывали, как бороду за выживание. Но на Кришну эти три причины не распространяются. Его не вынуждает, мы зря не будем рождаться. Его не вынуждает умирать. Он не должен бороться за существование. Тогда как же он приводит? Зачем? Вот если мы поймём эту вещь, мы больше не ожидаем. Как солнце говорит, например, он садится и исчезает. Потом появляет. Оно не появляется, не исчезает. Не так видно. Оно существует всегда. Ну и что Кришну пришёл и ушёл с планеты. Он даже как солнце приходит. Если мы это сможем понять, то будем всегда расслышать. Потому что он не ходит туда, не приходит. Он всегда есть. Историки думают, это было пять тысяч лет назад. Сейчас Кришны нет. Ну а человек говорит, Кришна, что мы сейчас где-то рассказываем о Боговании вообще. Мы думаем уже в прошлом. Это настоящий момент. Когда мы с вами не обсуждали Боговое юридное, мы все равно живаем. С настоящим моментом. Мы думаем раньше. Вот здесь вот 8-6 видов. Смертный грехов. Когда кто-то нападёт на территорию. Или когда нападёт жену. Или, допустим, кто-то почти отравит. Ну и там и так далее. Получается, если я... Ты уже готов? Все люди раньше носили какое-то оружие. Сейчас нужно разрешение обнаружить. И смелое разрешение получить, потом поговорить. Ну конечно сейчас, в современное время мы это не применяем так. Невозможно. Во всяком случае, мы можем защищаться, говорится. Или вызвать органы какие-то там. Силовые структуры, обратиться. Ну, по обстоятельствам есть. По закону современного. Но сколько такова, что не умеет право насилий совершить? Ради самообороны защиты. Это не реформа. Что никто не сомневается, может вообще их не совершать. Вообще они не имеют оружие. Совсем. Но это неправильно. Вы видите, что когда имеется дело с агрессором, вы можете применить оружие. Закон это тоже позволяет. Например, если вы сейчас на территории, и вы здесь зарегистрировали оружие, если кто-то нарушает эти границы, вы имеете право применить. Прямо же по закону. Конечно, вопрос. В интернет. Вопрос такой. В чем смысл бесконечного блаженства, если страдания материально в нас ведут духовный мир? В чем смысл вечного наслаждения? Еще раз вопрос. В чем смысл бесконечного блаженства? Первая часть вопроса. Если страдания материально в нас ведут духовный мир? В чем смысл вечного наслаждения? Страдания. Я думаю, что это правильно значит страдать в духовном мире? Я уже не думаю, что это правильно значит страдать в духовном мире. Желание избавиться от страданий может быть видущее к этому. Но не страдание, страдание не приводит в духовный мир. Не думайте так. Страдание – это то, от чего мы хотим избавиться. И вопрос странный. Почему такой вопрос задается? В чем смысл безграничного счастья? Вот в чем смысл обрадительного счастья? Я понимаю вопрос. А в чем смысл безграничного счастья? Я не понимаю вопрос. Наши люди как раз счастья дожатся. И человек спрашивает, в чем же смысл? Видимо, он смысл ищет в страдания. Через страдание он доводит. Можно прийти к крестиному счастью. Это не так. Никто через страдание пришел к крестиному счастью. Крестинное счастье можно получить от счастья и от страдания. Огонь только от огня можно получить. Не будут эти вещи. Это неправильная теория. Это теория. Что страдание приводит к счастью. Читается? Читается. Читается? Читается. Нет. Приведный просит такой вопрос, что еще идет Материя Ероника, она задает вопрос, что начала я читать сначала Багалакиту, когда я пишу по уплаты, вам плашу книгу «Говоры не сознания, не размышления», и немножко заботилась и спрашивала, с какой книги правильный человек, в принципе, вообще для ответа, чтобы постепенно прозвищать обзор. Для предных книги, чтобы пропадать, твои книги предназначены для обычных людей непредных. Предных читает, я думаю, больше для того, чтобы, может быть, какой-то опыт для пропады где-то учить, но с точки зрения руководства, а книги про пропады не учат. То есть мои книги предназначены для людей, чтобы подготовить их тоже книгу про пропады, то есть книгу про пропады, значит очень. А если вы уже приобрели, вам нужно читать книгу про пропады. Если хотите увидеть, как кто проповедует проповедника, можете читать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...